Так, Джим, включай машину. Я понял, что делать. Отправляй меня скорее. Куда? Машина ещё не готова. Если у меня не получилось расспросить Слея об его любимых играх, тогда я спрошу у Арни. Ну хорошо, хорошо. Тогда договоримся, что каждые пять минут я буду возвращать тебя обратно. Иначе связь времён разорвётся, и ты не сможешь вернуться. Хорошо, я за. Мне хватит пяти минут. И ещё связь будем держать по телефону. Но в перелёте нельзя ничего металлического. Телефон придётся погрузить в тебя внутрь. А как это? Ну есть два способа. Сверху и снизу. Только одно но. В прошлом же нету спутников для связи. Как мы будем общаться по телефону? При перелёте образуется параллельная вселенная, и связь будет даже там, я думаю. Ну смотри, а то кого-нибудь пошлёшь за мной, если что. Запускаю. Ну давай, удачи, путешественник во времени. Вот торопыка. Нужно начать с того, что легче назвать игры по фильмам, которых не было сделано. Например, Last Stand или Возмещение ущерба. Ну, ещё пару. А так были все. И Конан очень много раз. О них мы уже рассказывали. И Предатор на разных платформах. И не только именно по фильму. Было куча и других Предаторов. Хотя это и косвенно связано со Шварценеггером. Хищник, как ни крути, ассоциируется с Арнольдом. А не с Дэнни Гловером или Токтаровым. Хотя мне было жалко, когда его убили. Теперь Хищник, конечно, сам стал звездой. И странно, что ещё нет звезды на Аллее Славы с ним. Была игра даже по правдивой ложе. Особенно интересно она была на Сега. С этим подкатом и стрельбой в рассыпную. И, конечно же, террористами в туалете. Так, где я? Тут какой-то чемпионат. Но качков совсем не видно. Тут какие-то штангисты. Джим, куда меня отправил? Я не понял. Алло, я изучил биографию Арни. Чтобы знать, куда тебя отправить. Ну и куда отправил? Где Арнольд? Сейчас он подойдёт к Власову. Его привезли, чтобы Юрий его благословил на спорт. А, Власов? Ну да, ну да. Мы в Вене. Да всё бы ничего, но он тут совсем мелкий. А мне надо, чтобы он мне по играм ответил. Джим, ты всё напутал. Да, раньше были другие кумиры. У Арнольда они свои. Всё, они уходят. Даже сфоткаться не успел. Отправь меня попозже. Там, где он уже в тонусе. Минутку, предохранители остынут только. Извините, вы говорите сами с собой? Вам плохо? А, мне норм. Ладно, я побежал, пока не вызвал подозрения. Также выходили игры по фильму «Вспомнить всё». Я играл в две такие игры. На The X-Spectrum и на Dendy. Хоть на Dendy вся игра была ближе к повествованию фильма. Там была даже жена. Дага Квейда, Шерон Стоун. У лифта нужно было отстреливаться от неё. Но мне больше приглянулась версия на Spectrum. Уж больно неестественно улетали враги от ударов на NES. А вот на Spectrum нужно было собирать вещи. Например, щипцы для носа. Чтобы вытащить датчик. Или кейс с компьютером. Ездить на машине в двух уровнях из пяти. Вот только головоломки двери иногда выбивали из колеи. А так очень хорошая игра. Кстати, о другом Total Recall. Есть «Вспомнить всё» The Game. Эпизод 1 для андроида. В нём нужно собрать какую-то инфу на Марсе для повстанцев. Или ещё для кого-то пока до конца не врубился. Очередной мобильный беспредел, конечно. Блин, вся одежда погорела. А я думал, Джим Бот мне всё наврал. Ай, телефончик. Алло, Джим. Где я теперь? Здравствуйте. Я ищу Арнольда. О, Франко? Да. В какой категории? Я вообще как бы... Нет. Вижу ты только с Европы. А как ты узнал? В Америке уже давно подсушиваются перед соревнованиями. Ну так-то форма была бы, если бы скинуть лишний жирок. Ты думаешь? Точно говорю. Ну а где же Арнольд? Он сейчас упражняется. Качается? Не совсем. Девчонки к нему так и лыпнут. Ой, блин, как же я не вовремя. Ладно, что же делать? Ладно, Франко, я пойду тогда. Я бы хотел тебе дать маленький совет. Даже предостережение. Не участвуй на соревнованиях. Самый сильный мужчина 76-го года. Это сразу после Олимпии. Ладно? А почему? Ну так скажем, после этих соревнований как бы очень долго восстанавливаться. Ну окей, окей. Ну пока. Джим, перенеси меня на попозже. Пятью минутами здесь явно не обойтись. Конечно же, завал игр был по Терминатору. И по первой части на Денди играли за Риза Кайла и аркадный тир, и не один. Тут хорошо помню расстрел роботов, гоняющихся за машиной. Это было непросто. На Сеге тоже была своя игра. Но еще больше игр было по Терминатору 2. Всеми любимая часть на Денди с сильными металлистами. А на Сеге вообще нужно было бродить с Джоном Коннором и Сарой. И гоняться на машинах. Не самых удобных, конечно. А на Спектруме был вообще файтинг в перемешку с гонкой и головоломками. Собери картинку. Все смешали воедино. Правда не только на Спектруме, но и на PC. Даже третья часть имела несколько игр. Терминатор 3 Redemption и Rise of the Machine. Это, конечно, не все терминаторы. Их было море. И всех даже не упомню. Терминатор Dawn of Fate, Терминатор Future Shock, Терминатор Rampage, Терминатор SkyNet, Терминатор 2029, Терминатор Salvation по четвертой части, Терминатор Genesis Revolution, Терминатор Future War. Игра по Genesisу, кстати, тоже есть уже и на мобилках. Также была такая игра про термика, как Robocop vs. Терминатор. Самым быстрым робокопом в истории. А уж как он ползал по веревкам, просто пролетал их. Так, ага. Теперь-то я его точно поймаю. О, Арнольд, тебя-то я и искал. Скажи, какие игры ты любишь со своим участием? Раньше играл в футбол, но теперь как видишь. Иногда, правда, волейбол пляжный, если девчонки не против. Да нет, я же о компьютерных играх. Я еще слабо в английском. Что ты имеешь в виду? Блин, он же тут еще не снимался ни в одном кино. Уж что там говорить об играх? Я дам тебе один совет. Вижу, ты тоже занимаешься. Чтобы хорошо позировать, нужно громко кричать. А, да? Никогда об этом не думал. На каждой позе усек. Судьи это любят. Точно тебе говорю, кричи. Что бы у него тогда такое спросить? Я же не подготовил ни одного другого вопроса. Может быть, тогда сфотографируемся? Я всегда мечтал. Фотограф сейчас занят. Идет Олимпия, пока каждого сфотографирует. Сейчас его не вызвать. Джо вызовет его потом. На награждение. Кстати, фото победителя, то есть меня, будут разыгрывать на аукционе. А ты уверен, что выиграешь? Абсолютно. А, ну да, ну да. Арнольд, мы тебя ждем. О, кстати, об играх. Серия игр Last Action Hero, которые выходили на Денди, Супер Нинтендо и Геймбои, а также на PC, досталась гораздо худшая участь. Игры, честно сказать, были так себе. Более-менее здесь выруливает компьютерная версия, хоть как-то тут персонажи похожи на себя. И гонки здесь не совсем уж плохие. Да еще и кадры из фильмов есть. 12 кадров в секунду, правда, но хотя бы так. Вот что лишнее во всех версиях, это удары с прыжка и вертуха, а-ля Жан-Клод Ван Дамм. Шварценеггер так не делал, поэтому игра отталкивала. Ну, сделали бы удар по роже, да пинок под яйца. Помимо оружия этого бы хватило. Я вот все еще мечтаю о настоящей игре по Last Action Hero, поскольку развернуться тут есть где. С игрой Красная Жара получилось гораздо лучше. Наобней готовится отдельная передача. И раскрывать тайны пока не стану. Сколько же попыток перелета у меня еще есть? Ну, примерно два-три. Как себя конденсаторы поведут? Ну ладно, где я теперь? Этот мудак у меня штаны украл. О, понятно. Где он? Ушел в кафе. В гриме? Черт возьми, он же нам всех распугает. Тогда не будем терять времени. Мы и так в смету не укладываемся. Скорее снимаем сцену с горячим бензовозом. Так, бензовоз готов. На задний план. Где каскадер? О, а вот он. Иди скорее. Э-э-э. Сцена робот вылезает из пожара, горит и падает. Линда, ты обнимаешь Риза, ой, Майкла, то есть Сара Кайла. Поджигай каскадера. Поджигай мотор. Но я же не... Блин. Отлично. Вот хорошо. Теперь падает. Падай, падай. Вот же ж гад. Были и другие игры. Например, Команда. Ну, конечно, о Шварце тут совсем не говорится, но косвенно и Команда, и Контра, и куча боевиков-стрелялок ссылались на Арнольда. Даже в Дабл Драгон был Шварц. Немного рыжеватый. И еще вот Повер Блейд, или Спектрумские Неви Муви, или даже Дюк Нюком. Все они отсылаются к Шварцу. Игр с Арни, конечно, много. Хороших игр, конечно, уже мало. А топовых игр совсем мало. Или вам кажется, что их нет? В давние времена заходили хорошо и считались топовыми игры по Терминатору. И на Денди вторая часть тоже. И Тир. И Терминатор 2 на Досе, и на Спектруме. И Фьючер Шок были очень интересные в дальние времена. И совсем еще недавно Терминатор Redemption был просто супер. В общем, вся серия игр про Терминатора вытягивает на четверочку с плюсом. Но самое главное, что это ведь еще не конец. Будут и еще игры. Единственное, что хочется пожелать, чтобы они были все же лучше, чем их предшественники. Я все понял. Мне не нужно летать по старым временам. Отправь меня в настоящее время. И я спрошу у Арнольда, что он думает. Кондеры совсем высохли. Боюсь, что перелетов осталось совсем мало. Тогда скорее. О, Арни, погоди. Это он. Надо его догнать. Арнольд, стой. Арнольд, стой. Его не догнать. Абсолютно. О, привет. А как тебе удалось с ним сфоткаться? Пять лет за ним бегал. В итоге Ральф Мюллер помог. Через Мэттьюса Хьюза. Ну и еще пару человек. Теорию шести рукопожатий, знаешь, наверное. Ну да, ну да. А мне пора улетать. Я путешественник во времени. А, ну ясно. Абсолютно ясно. Джин, перенеси меня еще куда-нибудь. Ну хорошо, сейчас-сейчас. Э, э, куда пригнал? Джин! Телефон абонента выключен или на... Ну все, кажется, я попал. Земли нету. Блин, что делать? О, газета. Зомби-качки захватили землю. Президент Франко Коломбо последним выжившим отдал приказ запустить оружие судного дня. Я изменил будущее. Помогите! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok во второй серии путешественника во времени. Ну всех этих малазийцев замочили. Я один стою на белом коне. О, это очень хорошо. Ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok